Приветствую! Мелькал данный нож в буднях, хотя может быть этот обзор выйдет чуть раньше даже. В общем, верхний нож пришел в мастерскую, а нижний нож пришел на обзор. И вот аж такие совпадения бывают на самом-то деле. При этом это отражает два варианта исполнения этого ножа с золотыми отверстиями, отделкой и с серебряными. Сразу скажу следующее. Я сначала не знал, кто это, что это и откуда, но в итоге наведены справки. Это Снекс, и китайцы опять, конкретно Билинг, его сделали, что называется, по-другому не скажешь. Ну, в хорошем смысле этого слова. Сразу скажу, что по ссылке в описании, все пишут в комментариях, где купить? Где? А, на Али! И, товарищи, всегда, если есть видео на обзор на китайский нож, если он у меня, значит, мне он, ну, как бы, знаком, понятен. Ссылка в описании. Вот. Итак, вот именно вот эта версия, да, вот такая, по ссылочке в описании. Значит, теперь расскажу, в чем суть да дело. На самом деле, если бы я не знал, я не супер какой-то там энтузиаст, то есть, через мои руки не прошло, знаете, там, по полсотни, там, каких-то вот ножей, типа, уникальных мастеров, которые там из Америки, Канады, там, я не знаю, еще откуда-то. То есть, я не из этой оперы. Я вижу, в первую очередь, те ножи, которыми люди пользуются и которые они точат впоследствии, да, или которые ножи ломаются, которые приносят, или просто хотят обслужить и так далее. Вот. По этой причине ни одного ножа оригинального с Некса, чувака этого, я не видел. Ну, это не значит, что я вообще не видел таких ножей. Я видел и ножи РДМАРТИНА оригиналы, и даже очень лимитные оригиналы. Ну, там, и еще, так сказать, количество. Вот. И я не могу сказать, что они как-то охренеть меня впечатляют, если честно. Ну, а в первую очередь, они охренеть никак впечатляют именно конструктивом, потому что, ну, ничего сверхъестественного, там, на норах того же РДМАРТИНА, ну, в общем, как бы нет от слова совсем. И так можно сказать про очень большое количество таких каких-то супер кастомов, которые, ну, там, время от времени приходят. Даже Рокстиды, лично, в моем понимании, воспринимаются как космос в хорошем смысле по тому, как они сделаны и как это выглядит. Хотя технологически они, ну, не ноу-хау. Вот это, вот эти ножи с Некса, мне как раз, ну, копии я пока только держал в руках, они мне очень нравятся. И мне нравятся тем, что вот есть Снекс, там, из серии, там, без винтиков, да, весь человек, надо же было такое придумать. Вот, а есть вот этот со своим замком, с другим абсолютно замком, который очень удобный. То есть, это, наверное, один из немногих ножевых замков, который вроде абсолютно простой и на поверхности. Это, по сути, бэк-лок, только, ну, здесь есть элементы и бэк-лока, и триад-лока на самом деле, и аксис-лока. И вот все вместе человек смешал, и получился настолько крутой замок. Посмотрите, это копия, посмотрите, как сделано. Да, кстати, у нас с вами небольшой апгрейд, не пугаемся. О, значит, посмотрите, как это сделано. Ну, просто посмотрите, как оно сделано. Это просто фантасмагорически. Очень аккуратно, очень клево, все вот это вот туда запрессовано. Я уверен, что оригинал, наверное, сделан еще получше, как бы, но для копии, да, за приличную сумму, но все же, это просто топовый топ. Просто топовый топ. Очень здорово, очень круто, очень аккуратно. Теперь замок, замок, действительно огонь. Вернемся. Вот. То есть, им достаточно удобно оперировать одной рукой, даже без клипсы. Привет, Benchmade. Вот. И он действительно не мешает хвату, резу. Хотя, казалось бы, такая блямба торчит из рукояти, из спинки. Но нет, нет, не мешает. Не мешает, и это удивительно. При этом, им действительно удобнее пользоваться. Его действительно удобнее отжимать, чем там Axis Lock, чем XR Lock, Ball Lock и все остальные там Arc Lock и так далее. Его удобнее отжимать, естественно, чем Back Lock. Он по тактильным ощущениям, ну вот, воспринимается как Axis при открытии и закрытии. И еще вот у него есть такая интересная особенность. Оба ножа так делают, они щелкают. Я не знаю, оригинал так щелкает или нет, но надо посмотреть. Но вот. Вот этот момент. Мне очень нравится, как оно щелкает и в начале, и в конце. То есть, когда он ушел, да, с замка, он так как прощается с ним щелчком, а потом вот. На самом деле, помимо качества изготовления, помимо того, что хорошее, взят прообраз для этого ножа и прочее, нравится еще что. Всего лишь два крупных винта, еще и одинаковых в сборке. Классно. На мой взгляд, здесь не нужны шпеньки, ну, от слова совсем, но они здесь есть. И расположение шпеньков, вот, единственное, наверное, что меня смущает. Я думаю, что это бралось с оригинала, но посмотрите, да, то есть, ну, можно было шпенек сдвинуть сильно к рукояти, чтобы он не мешал резу. А так, ну, на грани, да, то есть, вроде не катастрофа, но все же. Ну, чуть-чуть. Я люблю, в хорошем смысле, чтобы все было идеально. Понятно, что так не бывает, но вот мое наблюдение, да, как оно может и должно быть, это вот оно. То есть, шпенек должен быть на 4 миллиметра сдвинут к рукояти, ну, хотя бы на 3. Вот. Так вот, вернемся. Все очень неплохо сведено. Прям вот очень неплохо сведено. Конечно, нож этот в первую очередь имиджево такой, ну, статусный даже в исполнении копии. Ну, просто потому, что снексовские оригинальные ножи, я думаю, вообще мало доступны. Даже продвинутым, просто продвинутым нажиманом. И здесь, как бы, все сводится к тому, что этот нож сделан не, наверное, для того, чтобы быть работягой. Почему? Дело не в замке, потому что он абсолютно монолитный, здесь все вообще классно. Нет, дело просто в том, что вот этот меленький, красивенький такой пескоструй, он у вас будет царапаться, если вы будете резать там всякие, там, картонину, там, еще какую-нибудь жесткую штуку. Конечно, зацарапается. И вот такой двойной финиш клинка не оставляет выбора, царапины останутся навсегда. Либо надо переделывать весь финиш клинка, это странно, больно и неприятно. Вот, но вот в том виде, в котором он сейчас, у него три финиша, это зеркало, это сатин продольный и это пескоструй, это красиво, это нарядно, не выглядит эклектично на самом деле, воспринимается хорошо. Я бы, в принципе, ну, вот так вот, если бы собирал какие-то такие ножи, именно тактильные в первую очередь, вот это один из таких хороших претендентов, именно, ну, сидеть щелкать. Кто любит щелкать, здесь вам аж два щелчка на открытие и полтора на закрытие. Вот, мне понравился. Что дают, как бы, традиционно китайцы? Они дают пружинки, они дают шаевочки, вот, ну, безусловно, сумочку и тряпочку. Сказать, что нож стоит своих денег, можно однозначно, то есть это точно. Сказать, что нож необычный и именно даже в виде копии он вполне коллекционный, тоже можно абсолютно спокойно это сказать. И тут надо, ну, вот, принять тот факт, что копии иногда делают очень недоступные вещи, не в смысле жаба задушила, а в смысле, ну, хрем достанешь. Делают очень реальными, и это приятно. Мне было, ну, вот, прям кайфово, когда вот этот нож попал в руки, я вообще не знал, что это, откуда это, просто знал, что это какой-то вот китайский нож. Я думаю, надо же, какая крутота, что же это, как интересно, как клево, как мне нравится. И вот через какое-то время раз, и, короче, приезжает. И я теперь знаю, что это, откуда это и все прочее. И, ну, я ни разу не расстроился, только порадовался. В принципе, китайцы стараются не изобретать велосипед, да, они берут какие-то очень клевые ножи и просто делают, ну, вот, инжиниринг с картинки. Если это так, то это вообще получилось. В принципе, не исключено, что один какой-то такой оригинал они купили, просто потому, что есть кто-нибудь ценитель в Китае. Но даже такие сомнения есть, это больше так прикольное предположение, потому что очень вероятно, что они просто взяли и сделали, ну, как бы, проектирование просто по картинкам. Запросто. Почему? Ну, потому что здесь, в принципе, идея замка ясна. Достаточно просто посмотреть какой-нибудь там с Некса, видимо, Инстаграм или еще что-то, чтобы понять, что к чему, особенно учитывая, что вот сюда просто видно конструкцию замка. Вот. Вот такая история. Интересный нож, любопытный. Пишите в своих комментариях, что вы о нем думаете, как вам этот замок, не кажется ли вам, что это гениальнейшее конструктивное решение. Мне кажется, очень близкое к понятию гениальности. Вот. Ну, и как вы думаете, с точки зрения практики, имеет ли значение, смысл этот нож? Потому что, вот, ну, в моем понимании, все-таки в меньшей степени. Кстати, вот два разрозненных, независимых друг от друга экземпляра, оба сведены достаточно тоненько. То есть, это не из одной партии, да, как бы, а из разных. Вот. Ну, вот этот поедет к своему счастливому обладателю, а вот этот будет ждать своего счастливого обладателя. И это, в общем, вполне клево. До новых встреч в интернет-эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok